мир вам мир вам православный христианин ищу людей с кем побеседовать о боге и спасение душе вечности может какие вопросы есть я ищу людей с кем поговорить о боге задумывались вообще человеческой смысле жизни в чем она заключается ваша вера в бога четко например у нас у православных есть символ веры называется то есть четкое изложение своей веры во что я верю что бога отца верим в бога сына бога духа святого троицу святую так что пришел в мир спаситель святых верим но у нас в этом символ веря святых ничего не говорится там говорится только о том что у чая воскресенье мертв то есть верю что будет воскресенье из мертвых то есть суд божий впереди предстоит в вечности конечно когда особенно ты знаешь вот эту книгу называется святая библия да вы ее читали почитайте потому что как раз библия она например написано римлянам 1017 и так вера слышание а слышание слова божия то есть правильно вера у человека появляться а слышание слова божия есть две книги образно говоря первая книга это природа через который мы познаем что и у нее есть творец в этой природы то все об этом больше да а вторая книга это вот святая библия то есть здесь господь через святых своих людей изложил свою волю то есть как мы должны жить и как должны поступать по его святым заповедям есть такое стихотворение можете выслушать время позволяет у вас есть такое стихотворение написал его иван савич никитин такой был поэт в 19 веке называется новый завет измученный жизнью суровой не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил как дышит святые звуки божественным чувством любви и сердце тревожного муки как скоро смиряет они здесь все чудно сжатой картине представлена духом святым и мир существующий ныне и бог управляющий им и сущего в мире значения причина и цель и конец и вечного сына рождения и крест и тернового венец как сладко читать эти строки читая молиться в тиши и плакать и черпать уроки из них для ума и души вот такое чудное стихотворение мне она очень банок очень не приятно конечно потому что я да да запомните никитин иван савич можете в интернете его поискать и для себя даже заучить вот я для себя заучил то есть помолился что господь не дал заучить почему это стихотворим не очень близко потому что я сам богу пришел 26 лет мне сейчас 41 то есть прошлая греховная жизнь я понимаю чем никитин иван савич пишет то есть мне это близко туши измучены жизни с урок какая же все равно во грехах в основном человек живет от этого страдает потом то есть его так дальнейшем господь привел меня именно в православие в каком смысле именно сегодня 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 вот я недавно вышел сколько она минуту 10 всего от силы а вообще чат рулетки вообще в самой чат рулетки я уже давно нахожусь но я сюда выхожу редко в основном по воскресным дням находятся но есть конечно которые от матерят и всяко бывает человек ну чаще всего вот как-то господь посылает людей которые беседуют кому не надо они сразу проматывают то 7 это не надо нет ну как он стоишь не нравится как в нашей стране преподносит не нравится то что церковники вот смотрите у нас я сейчас сам жилу город барнов алтайский край алтайский край примерно знаете где находится вот у нас да у нас две православные община одна здесь в самом городе барнауле находится а другая за 150 километров от барнаула есть у нас деревня православная потерявка называется а count у нас не только в порядке альянс какие-то какие-то их миром православный христианин ищу людей с кем поговорить о боге спасение души о вечности может какие вопросы есть ну и кто вы иудеи или мусульманин почти а почему почти это плохо потому что библии так написано сказал безумец сердце своим нет бога это безумие ира в библии так написано сказал безумец сердце своем нет бога то что да хотя у вас есть разум но вы говорите как безумный человек то что вся природа вся вселенная говорит о том что есть разум но вы смотрите насчет видимого создания вот например вы перед вами есть здание квартиры или частный дом это города строится то есть если бы подождите есть если бы я вам просто пример привожу есть дома стоят перед вами пост построены кем-то либо дома вы меня слышите да смотрите пример перед вами стоят многоэтажки или там ее частные дома кто-то их построил хотя мы эти хозяев не видели строители никого не видели но мы знаем что это кто-то сделал вот так же через природу если мы видим природа то что кто-то ее сотворил она сама по себе не могла возникнуть моря океаны животные птицы галактики звезды это говорит о том что кто-то сотворил какой-то разум вот это есть доказательство бога это с ваших слов не правда это нет вы не как раз ничего не докажете с помощью вашей революции почему со своей теории когда я вам привел пример как раз об этом говорится что это доказательство полное вот смотрите я вам немножко зачитаю послушайте буквально одно предложение можно сказать вот послушайте это в библии написано ибо невидимое его то есть его это бога вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видим и так что они безответны то есть вы видите то что сотворено во всем мире они безответны то есть это все говорит о боге но как они познав бога не прославили его как бога и не возблагодарили но суетились в умствования своих я мрачилась несмысленно их сердце называя себя мудрыми обезумели и так далее там дальше библии говорится то есть это говорит о том что как вот в библии другом месте написал безумец сердце своим нет бога а в дальнейшем царь давид говорит причину они развратились они совершили гнусные преступления я сам прожил до 26 лет неверующий я знаю что такое понимаете это то есть жизнь бессмысла вот почему человек спивается наркомана блуд и так далее почему к греху тянется то что жизнь без бога а с богом это внутри а владимир я вам просто отвечу на ваш на ваши слова я просто каждый дело свой выбор но отвечать ему придется перед богом за всем за свой выбор это вы точно знаю впереди будет суд божий все воскресим на суд божий после того как умрем и там будет вы будете отвечать за себя я бы за себя буду отвечать вы за себя будете отвечать верите в это не верить а будет спереди суд божий просто когда ваши вашу душу когда вашу бессмертную душу демоны потащат вату уже будет бесполезно перед богом перед богом ответить добра тит господь вашу душу ищите бога вот когда вы будете искать посмотрите я вам простой пример при этом многие у людей вот например как я да если ты господи есть то ответь на мою молитву просто помолись своим согласно если ответь покажи мне что ты есть и все тут больше никакой молитвы не надо и вам господь покажет своими словами внутри себя чтоб никто не знал просто скажите если ты бог есть ответь мне и господь вам ответит дали только как он ответит вы узнаете а потому что бог также свободен как и мы своим выбором может ответить на молитву а может не ответить это его свободная воля он же нас сотворил по образу своему по свободной воле я не знаю знаете Владимир знаете Владимир знаете Владимир у меня в жизни просто такие были моменты при которых я обращался и я его звал я хотел чтобы он был со мной я не знал услышите его не было со мной просто все происходило так как должно быть дело в том что иногда иногда господь стучится через какие-то даже болезни или кто-то умирает у нас если вдруг он есть но его нет и поэтому знаете у вас сегодня я вас поздравляю с праздником есть православный праздник есть я вас поздравляю и до свидания все спаси Христос вас мир вам мир вам мир вам я русский здравствуйте понимаешь по-русски да да ну слава Богу я сам православный христианин и вот ищу людей с кем поговорить о Боге о спасении души о вечности может какие вопросы есть вообще задумывались о смысле человеческой жизни для чего вообще живете здесь на земле нет а надо думать ну что рассказать в том что например я немножко о себе засвидетельствую я сам к Богу к вере в Бога пришел 26 лет мне сейчас 41 год то есть 26 лет я прожил во грехе не зная Бога и потому мне я знаю что такое жизнь без Бога и что такое жизнь с Богом я всегда задавался вопросом для чего я живу то есть в чем заключается смысл человеческой жизни это у меня уже 17 лет такой вопрос задавался временами конечно когда был в трезвом состоянии вот и Господь вот видя мое сердечное намерение он дальнейшем мне послал проповедников Слово Божие то есть православных братьев и вот через эту книгу я начал узнал в чем есть человеческий смысл вот это Библия называется Святая Библия и эта вот книга нам все мне ответила на все мои вопросы потому что о Боге мы узнаем через две книги то есть образно говоря две книги первая книга это природа через природу мы познаем что у нее есть Творец потому что в таком многообразии как сотворена вся наша Вселенная она сама по себе как вот безбожники пытаются объяснить что от какого-то там взрыва произошло и все стали природа такая разнообразная человек такой разумный появился из ничего это все обман то есть у этого все есть Творец Бог Творец то есть Который создатель неба и земли и всей Вселенной вот а через эту книгу Библию мы познаем уже волю эту Божию именно что Бог нам говорит как нам нужно жить как нужно поступать например слышали что есть заповеди Божии там запад не убей не полюбодействие слышали такие нет это вот у меня другая великая а если честно вот я хотел у вас спросить как то различие между исламом и христианством между христианством между исламом и христианством то есть вы мусульманин да а вы сами читали Каран читали да то есть богосоздателем не полностью а нужно верить что есть Бог создатель В чем различие? В том, что у христиан у нас есть Спаситель. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Индеродного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Бог Творец послал в мир Спасителя Иисуса Христа. И написано также в книге Деяния, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Вот в чем различие. У нас есть Спаситель, у вас его нет. У нас есть прощение грехов через Сына Божия Иисуса Христа, у вас этого нет. Приятных сновидений! Ты колдун? Я православный христианин. Верующий в Бога Создателя Творца Неба и Земли и всей Вселенной. А я баптист. А что вы лежите, баптист? На Гровати ездят? Ну вообще, для верующих Господь сказал такой заповедь. Идите, проповедуйте Евангелие всякой твари. Мир вам. Здрасте. Я православный христианин, ищу людей, с кем побеседовать о Боге, о спасении души. Может, какие вопросы есть и размышления? Как вам сказать? За свои 29 лет я почти понял, что Бог в нас, в каждом из нас, нужно вместе с Ним разговаривать. А храмы, ну, не знаю почему, но просто все в деньги упирается. А я вам немножко о себе засвидетельствую. Например, я обратился в 26 лет, я не знаю, во сколько вы пришли к вере в Бога. Или вы с детства были верующими? Я кричу с рождения. А осознанно как поверить, что Бог есть? Ну, просто саму пришло, что на душе тяжело, сходил в храм. Помолился, да? Да, помолился, постоял, поставил свечку, и на душе легче. Вот смотрите, я немножко о себе расскажу. Я уверовал в Бога 26 лет. Сейчас мне 41. То есть до 26 лет я жил неверующим, безбожник. Говорится, все грехи собрал. Вот, но так как я искал, мне Господь, Господь в Евангелии говорит, ищите и найдете. То есть надо искать, и Бог Господь откроет. Вот через эту книгу я узнал о Боге. То есть кто такой Бог, что Он от меня хочет, для чего я вообще живу, чем закончится моя земная жизнь. Что впереди будет вечность. И там мы все воскресим на суд Божий, каждый будет отвечать сам за себя перед Богом. Вы ответите за себя, я за себя. Все, кто священники, там соблазняются, дорогие машины, вот это серебролюбие ихнее, они за это будут, с них написано, на счастьющих строгое взыскание будет. Это в Библии написано. С них очень большой спрос будет. Не с простого мирянина, там другой спрос будет. А именно со священников, епископов, патриархов. Чем выше человек стоит, тем больше спрос будет перед Богом. Я вот, например, живу сейчас в городе Барнаул, Алтайский край. У нас здесь православные две общины есть. У нас прямо в правилах введено, всякая торговля запрещена. То есть у нас торговли отсутствует. Это мы прямо в правилах ввели, когда в 92-м году образовывалась община, 91-92-й. Прямо в правилах ввели, потому что согласно Евангелии, если вы Евангелие читали... Читали вы Евангелие? Частично. Частично. Вот там в Евангелии есть Новый Завет. Вот Евангелие это в Новом Завете написано. Господь написано, выгонял продающих и покупающих. Там такое было, когда Господь был еще в Израиле на земле. Он пришел в храм и увидел вот это беззаконие, что там в торговле творится. Он взял бич, свел из веревок. Там, видимо, какие-то строительные работы шли. Написано, что он его связал. И выгнал продающих и покупающих. То есть написано, опрокинул столы миннощиков. То есть меняли которые деньги там. Там они баранов продавали, баранов повыгонял всех. И сказал так, не делайте дом мой вертепом разбойников. Не делайте... Это один место. А в другом месте написано, делайте дом мой этим... Как там написано? Дом торговли. То есть любая торговля в храме запрещена. И это есть... Сейчас все храмы такие есть. Да, и в канонах православных. И в интернете это вы можете все найти. То есть я не... Здравствуйте, а вас как зовут? Владимир. Владимир, вот просто была такая ситуация. Вот я когда крестил свою дочку. Вот. Дочку уже нельзя за святилище заносить. В святилище, да, нельзя. Это вопреки канону в православной церкви, да. Это не забыла. И еще, согласно канонам православных, это именно каноны основаны именно на Евангелии, что всякая торговля, даже внутри ограды церковной, то есть не только самого храма, запрещена. Прямо в канонах. Но это идет... Прямо они идут вопреки Слову Божию, во-первых. А во-вторых, вопреки канонов идут православные. Это все запрещено. Вот у нас этого нет. Ну, у нас введена святая десятина. Десятая часть от заработка. Это было еще в Ветхом Завете. Там Господь Малахий говорит, что проклят, кто не будет платить десятину. Именно священству. Десятина идет священству. Не какому-то там верующему, а именно священству. Но они священники. При этом не должно быть никакой торговли. То есть где торговля есть, там десятина нету ее. Она отсутствует. Они этому не учат. А то есть у вас вот люди приходят в церковь, могут взять просто св... Да, у нас просто батюшка сам воск приобретает. Свечки, бывает, сам свечи сам тоже покупает. Но только чистые восковые берет. То есть не какие-то там парафиновые, чтобы чистые восковые были. И здесь ставят сколько надо в храме во время богослужения. То есть у нас никто с свечами не ходит, не покупает, тем более не продают там это. А вот этот человек чисто пришел вот нежданно, негаданно, ему плохо хочет поставить свечку. Он просто взять свечку, ай, бесплатно, да? Вот я вам сейчас сказал, у нас община, у нас не приход. Приход, это когда человек пришел, ушел. То есть по своему желанию. У нас этого нет, у нас община, как общая семья живем. То есть вот, например, в город Барнаул, каждый работает, кто где работает, кто там бывает. Например, я вот колю дрова, там, занимаюсь отделкой квартир, то есть по возможности. Там кто-то, например, адвокатом работает, кто-то юристом, кто-то компьютерщиком. То есть у всех разные профессии. Но для молитвы мы собираемся вместе в храм. Мы молимся, батюшка приезжает, служба идет, все, помолились. Потом у нас идет общее собрание. То есть мы собираемся, и каждый выносит на собрание свою нужду. То есть о чем помолиться надо, может кому-то чем-то помочь надо. То есть у нас так просто человек, у нас так просто... Простите, я перевью, просто у человека, который не в общине. Вот я вам сейчас пытаюсь объяснить, что у нас так просто в общину вы не зайдете. То есть вы можете, вот у нас в том году мужчина один, у нас тут частный дом, где мы именно находимся. Вот, и один мужчина узнал о нас и приехал на велосипеде. Зашел в ограду, а храм у нас закрытый был. Ну, начал ходить, а тут на территории храма я живу тоже с дедушкой. Все, он вышел, с ним начал беседовать. Оказалось, и вот он сейчас уже на второй год стал готовиться к окрещению. Вот тогда он стал вхож в нашу общину. То есть мы с ним поговорили, узнали, кто такой человек. То есть что не обманщик какой-нибудь там. Ну, бывает, что специальные люди прикрываются, чтобы те, особенно стариков, обманывают, убивают. То есть мы должны убедиться. Вот у нас есть православная община еще в деревне. Это 150 километров от города Барнова. Потеряевка называется. И у нас там поселяется только человек, если докажет, 5 качеств. То есть он что-то не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. Вот когда его человека проверяют, только тогда он имеет право поселиться. Но опять единственная сложность, это редкие единицы люди поселяются, потому что надо построиться на свои средства. Помочь мы можем, физически у нас сил хватает, а вот чтобы человек именно материальный, это уже человек должен сам уже. Ну там кто-то скотину держит, тебе помогут скотиной там у нас деревенские. Ну, то бишь вы действительно держите общины, так сказать, отшельничеством? Нет, отшельничества нет, потому что мы выходим в город, раздаем Евангелие православные. Да, то есть так просто человек, что вот шел по улице, раз к нам зашел в храм, такого нету, конечно. Именно через знакомство происходит. То есть мы должны узнать о человеке, а потом только впускаем к себе. То есть можем в нас... Я просто сужу, как у нас в городе, просто вот человек просто решил зайти в церковь, как бы, и зал, упокой, поставить свечку. Видите? Купил свечку за 20 рублей, грубо говоря, поставил. Видите, все дело в том, что... Потому что раз торговля идет, а чтобы прибыток был, для этого двери открыты. Потому что свои, если свой приход, там 2-3 бабушки будут приходить, они тебе большой заработок не дадут. А тут ты можешь любой зайти, купить что надо, и плюс освещение идет всего. Но это все, говорится, вопреки вообще Библии самой, вопреки канулов православных. А вы будете удивляться, что у нас даже во многих церках нельзя свечки свои приносить? Нет, а что удивляться, я сам православный. Я же в эти храмы тоже хожу. У нас когда бачки... Свечки не из нашего храма, это свечки Богу. Со своими крестиками, с почками нельзя. Это все, как говорится, грязное золото, грязное серебро. Надо из нашего храма, даже до такого доходит. Я вам единственное сейчас, потому что в дальнейшем надо мне дальше идти, я вам немножко поясню, у нас есть ресурсы в интернете, что вы можете зайти, там бесплатно все, просто почитать, кое-что для себя приобрести. Это у нас сайт есть, форум, и на ютубе канал есть. Вот три источника. А честно, ютуб какой? Во свете Библии, это запишите себе. Можете сейчас прямо найти, прямо сейчас можете. Четыре слова. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вот четыре слова введите и найдете. Ага, хорошо. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вот четыре слова, и вы сразу найдете наш канал. Ага. Там в чем преимущество этого канала, что, во-первых, мы все снимаем, все наши собрания, занятия. Вот сегодня мы ходили на крещение, раздавали Евангелие на Аби, у нас тут оп протекает река. Там митрополит вместе с священником приходили, освещали воду. Мы там раздавали Новый Завет и Евангелие, там вы это все увидите. Потом мы снимаем беседы по скайпу. То есть вы можете по скайпу зайти и побеседовать с верующими людьми. Даже так по скайпу прямо? Да, да, да. Вот Игнатий Лапкин, который я вам фамилию сказал, имя. Вот как раз он идет на любую беседу. Просто прежде должны попроситься в друзья и написать, что хочу побеседовать на какую-то тему. И все. И тогда время он вам скажет, определенное время, как выйти на него. И он на ваши любые вопросы ответит. То есть у него очень большой опыт уже, именно как православного христианина. Вот. И также еще у нас мы снимаем, что у нас в деревне происходит. То есть какие мы работы проводим. То есть как новые люди поселяются. То есть кто уезжает, кто заезжает. То есть обыденная жизнь, то есть без всяких там склеиваний, расклеиваний. То есть бывают люди, там покажут только хорошее. А у нас все есть. Что там есть даже какие-то неполадки между братьями и сестрами. Там это тоже все стоит. Блин, это классно. Почему? Потому что Библия научает так. Вот если вы Библию в руки возьмете, и начиная с Светлого Завета, если начнете читать, и скажете, это что, были верующие, что ли? Потому что там солгал, там согрешил, там это... Ну, святые именно, которые описаны в Библии. Так как царь Давид, да, он совершил два смертных греха. При любодеянии забрал чужую жену, усвоил уже к лице. Он служил при нем, мужчинам. Вот. И второй смертный грех. То есть совершил убийство этого мужчины, этого мужа, женщины. То есть два смертных греха. Господь его за это наказал, но не лишил его жизни. То есть он его наказал, притом очень жестко наказал. От собственного сына потом бегал. А порой наказание-то гораздо сложнее, чем лишиться жизни. Ну, понятное дело. Лишиться жизни, мне кажется, это легко. Ну да, это легко, но, видите, Господь-то хочет, мы не справились. Он для этого это наказание присылает, посылает нам. Ну да. Ну, порой мы получаем такие наказания, неизвестно за что. Есть за что. Если вы будете молиться, и Слово Божие читать, вы поймете, что за что. Вот я, например... Ну, а можно вопрос тогда? Ну, вот как вот... Ну, на своем примере я просто скажу. За что вот четырехлетний ребенок был наказан, что остался без отца? Смотрите, есть в Евангелии случай такой. Подошли ученики к Иисусу Христу и показывают на слепорожденного. Вот почему он говорит слепорожденный? Что у него, где-то родители согрешили? Он говорит, нет, для славы Божьей. И подошел и исцелил этого слепорожденного. То есть он уже был в возрасте, был слепорожденный сам, с самого детства. То есть мать его таким родила. И Господь ответил, во славу Божию. То есть для славы Божьей. То есть человек, когда он был верующий, этот человек, потом мы в этом читаем, как у нас есть. Жития святых там различные. Он был верующий, он даже Бога за это не, так говорится, не хулил, ничего не проклинал, а принимал с благодарностью. Ну, то есть таким родился, таким родился. Наши Богу так угодно. А Господь его исцелил, но он прозрел, физически прозрел. А вы научитесь за все благодарить Бога. И тогда у вас на душе спокойно будет. За все. Вот у меня, например, в том году появилась язва. С чего? Питаясь здоровой пищей. Раз язва появилась. Попал в больницу. Но я попал не просто так. Раз я Библию читаю, мне охота с другими поделиться. Я начал там Евангелие раздавать. У меня, главное, попалась вся палата не курящая. Я очень удивлен был. Мужчины все не курящие. Двое даже были эти полицейских. Один там зону охраняет, а другой опером работает. И все не курящие. Я так удивлен был. Я зону охранял. Вот. Я был просто удивлен. У нас же Господь как соединяет людей. А другие там палаты, слышишь, дымят вовсю. Где-то на улицу ходят, дымят там, курят. То есть, Господь, нам вообще судьбы Божьи, они неведомы. Мы думаем так, а у Господа совершенно другой план. Например, бывает человек неверующий. Да, Господь его раз, какой-то родственник у него умирает. Даже ребенок умирает. И человек раз, обращается к Богу. Почему? Потому что Господь видел, что надо сделать именно так, чтобы этот человек привлечь его к себе. То есть, мы много чего не знаем, не понимаем. Вот, например, если вы в Библии читали, есть такой, был праведный Иов. Вот его книгу обязательно запишите себе, Иов. У него было 10 детей. И он мгновенно, они были в доме, у них там было, у кого-то день рождения справляли. И у него обрушился весь дом и задавило всех 10 детей. У него было много скотины, верблюда, там, волок. Напали разбойники, все расхитили, все его стада. В оконцовке, а там описывается, почему, потому что сатана пришел к Богу, он еще в то время, небо ему допускалось, Господь его допускал еще. И сказал, а вот правильно Иов, он не зря же тебе служит, потому что ты его все дал, ему богатство дал, детей много дал. А вот если я его коснусь, говорит, вот это вот, заберу у него это богатство. Что он скажет? Господь, иди и забери. Он пошел, забрал вот это то, что на детей обрушился дом, скотину все разворовали, разбойники. А Иов так сказал, Бог дал, Бог взял. Все. И написано, Иов этим самым не погрешил. То есть он не погрешил устами своими. И что третья сатана сделал? Он говорит, а если я коснусь его плоти? И послал на него язву. Язва это когда от человека вся кожа слазит до костей. Представьте, какая мышечка. Да. И написано, он сидел на своем пеплище, Иов за городом, чтобы других не заражать. И себя этим скребком соскребал вот эту свою плоть, которая у него отпадала кусками. И вот тогда он возопил к Богу, Господи, типа, я перед тобой чист, почему ты мне дал такую болезнь именно? А Господь ему просто ответил, кто ты, что так мне задаешь такой вопрос? Я, говорит, там, там, Иовов, вы почитайте, там к нему пришли друзья и начали его упрекать. Говорит, ты был настолько грешник, почему тебя Бог-то и наказал, да еще мало наказал, тебе надо было еще больше наказать. Понимаете? Пришли три друга, которые его самые близкие, казалось бы, должны были его поддержать, утешить как-то, а они его еще, наоборот, начали больше обвинять. А мне вот, вот я одну момента не могу понять. Он перед Богом чист, он Богу задает вопрос, за что? А он говорит, кто ты, чтобы мне задавать такой вопрос? Да, посмотрите, в Библии так написано, правильного Господь испытывает, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. То есть, ты вот, наверное, верующий, живешь по западу Божьему, Господь посылает тебе испытания, чтобы убедиться, что ты искренне верующий, понимаешь, что ты на самом деле, доказать даже, вот, например, сатана, вот, мы называем дьявол, да? Дьявол это клеветник, а сатана это противник, в переводе означает на русский язык. Он был в будущем, то есть, не в будущем, а в прошлом был херувим осеняющий, то есть, очень приближенный был Богу. Он видел дела Божьи, но он написан, возгородился. И из этого он упал, то есть, стал сатаной, именно противником, дьявол клеветником. Будучи на небе, будучи рядом с Господом, и он такое совершил. Здесь Господь нас испытывает, то есть, насколько мы искренне доверяемся Богу. Чтобы в дальнейшем, когда ты в вечность, на суд Божий предстанешь, ты уже вот этого, то, что тебя, как греху, какому ты будешь отвращение иметь, тебя никогда не потянет, потому что там уже этого не будет, греха. Написано, все воскреснут на суд Божий. Каждый сам за себя даст отчет перед Богом. Каждый, все. Ибо всем нам должно явиться перед свидетельщем Христовым, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он тело, живя в теле, доброе или худое. То есть, каждый сам за себя ответит. Ну, мне, как сказали наши богослужители, я по-любому попаду в ад, потому что я дважды крестный. Нет, это обман. Написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя идиродного Сына Божия. Вот. Потому что все их грехи, это будут грехи на мне, потому что я их не научил. А за это вы будете отвечать, да? Ну, вот. Ну, это не значит, что вы будете непременно в аду. Такого нет. Вы можете покаяться, раскаяться и дальше идти научать других людей Слово Божие. Господь вас простит. Я курю, я пью. У меня, понимаете, я не знаю почему. Я не умею молиться. Да, я перед входом трижды перекрещусь, зайду, перекрещусь трижды, возьму свечку, поставлю, просто про себя поговорю с Богом. Не через молитву просто так вот подобрю, выйду, перекрещусь. Вот для меня вот это вот, да, для меня вот это моя вера. Смотрите, я вам просто объясняю. Если вы будете Библию читать, я вообще, вот молитвослов есть православный, там молитвы написаны. Молитвы-то написаны живыми людьми, которые беседовали с Богом. Они не завучены словами с ним беседовали. Это нам, вот это молитвы даны для того, чтобы мы знали, о чем молиться к Богу. А своими словами к Богу дороже. То есть, вот ты пришел, у тебя есть какая-то нужда, или тебе есть за что-то Бога поблагодарить, что-то у тебя там совершилось, то, что ты хотел. Ты пришел и сказал, Господи, слава тебе, я благодарю тебя. Или там, Господи, помоги мне, вот я что-то... Вот, например, я во грехе. Нет, вы это не разъединяйте. Молитва – это разговор с Богом. Что означает молитва? Разговор с Богом. То есть, вы не просто там какой-то текст вычитываете, вы должны в этот момент молиться сразу. То есть, своими словами добавляйте, Господи, помоги мне. Молитва слов он дам, но как руководство, о чем молиться именно, чтобы ты не согрешил своими устами. То есть, понять, к чему, а о чем обращаться к Богу-то. Господь говорит, ищите прежде Царствие Небесное, а остальное приложится вам. То, что там говорится о пище, о питье, это все Господь тебе даст. То есть, ты должен трудиться, и Господь тебе дал сил, здоровье, разумение, все даст это. Главное, ищите Царствие Божие. Прежде ищите Царствие Божие. То есть, вот эту книгу для себя приобрети, если у тебя его дома нету, и начинай читать. Начинай с Нового Завета. И вот эта книга мне поставила 26 лет на колени. То есть, я сам тоже блудил, и не курил в жизни, ни разу меня Господь сохранил. Пьянство было там, другие тоже грехи были, более тяжкие. И Господь меня вырвал из этого. Почему? Потому что я через эту книгу осознал, насколько я грешник. То есть, я понял, что мне возврата нет, я только в ад должен быть. По моим грехам. И вот это, у меня вот это осознание поставило на колени перед Богом. Я дома встал, был один как раз, встал и стал каяться перед Богом. Господи, прости меня. Что же я грешил перед тобой? Я знаю, что я грешник, я пью, курю, я тренеру. Я отлично это понимаю. У вас должно осознание прийти, что вам безоговорочно попадете в ад, если вы не справитесь. Вот здесь вот, как... А я не знаю, почему-то я вот это понимаю. Ну, у меня, понимаете, у меня такое... Ну, как вам сказать? У меня есть куча грехов. Я пью, курю и так далее. Да, я должен попасть, попасть в ад. Но одновременно я занимаюсь благотворительной работой. Я понимаю, помогаю малоимущим семьям. Помогаю детям. Вот просто по доброте душевной у нас есть группа Единомыш. Мы просто помогаем. Смотрите, в Библии так написано «Милостей не избавляет от грехов». Это прямо в Библии так и написано. То есть, почему Господь вам еще дает, вот даже добрые дела, всякое доение доброе от Отца Света, то есть от Бога. То есть, каждое доброе дело, это Господь вас побуждает делать. А грех — сатана. Господь в Евангелии так сказал «Надо родиться свыше». То есть, родиться от Бога. Вот это первая ступень «Отвергни себя». То есть, ты должен полностью сказать «Господи, помоги мне избавиться от этих грехов. Я буду полностью отдать свою жизнь на служение тебе. И Господь тебе поможет сразу». Вот я 26 лет это сделал. Встал на колени осознанно. «Господи, помоги, потому что я во грехе погибаю. Мне без тебя ничего не сделать». Вот в Евангелии есть такой случай. Апостол Петр, у Господа были 12 апостолов, если вы слышали. И вот там был такой случай. Идет Господь по воде. Чудо было. А они были в локе. Они ужаснулись, написано. Скричали. Подумали, что это призрак. Так не написано, что там они подумали, что идет призрак. И потом, когда он говорит «Не бойтесь, это я, Господь сказал». А апостол Петр говорит «Господи, можно к тебе прийти?» Он говорит «Иди». Он встал, пошел по воде. Но потом увидел, когда волны, вот этот ветер, он испугался и начал тонуть. И сразу воззвал «Господи, помоги, я погибаю». Он руку потянул Господи и вытянул его из воды. Сказал «Что ты маловерно усомнился?» Вот этот пример для вас послужит. То есть вы должны воззвать Богу. То есть вот это осознание своей погибели, вы должны Господу сказать «Господи, помоги мне, я погибаю в своих грехах». И Господь вас освободит от этого рабства греха. Меня освободил, я могу об этом свидетельствовать. Но для этого надо именно искренне воззвать Богу. Господь поможет вам. Вот то, что вы добрые, дела делаете, это много Господь вам это помогает в жизни своей. Многое прощает на вас. У вас крещение было, вы говорите, в детстве или когда у вас было крещение? В детстве. В детстве, да? Вот видите, а я осознанно пришел 26 лет к вере в Бога. Я 28 лет покрестился. Я два года готовился к крещению. Осознанно. Там есть во время литургии написано «оглашенные изыдите». В храме вы на службе стояли хоть раз полностью? Вот. Там есть такие слова «оглашенные изыдите». Оглашенные – это значит люди, которые научаются. Огласительные беседы с ними проводят. А у нас этого храма, к сожалению, нет. Вот. И я два года выходил в притвор и там стоял. И потом, когда литургия для верности заканчивается, я заходил, и служба там дальше уже под конец подходила. То есть это так, согласно чину вот этого православного, именно как богослужение должно идти. Не должно быть ни торговли, ничего вообще в храме не должно быть. Это беззаконие. Одним словом, читайте Библию. Если будут какие-то вопросы, выходите по скайпу, заходите на канал, там много чего для себя. на сайт заходите православный, он также и так же называется во свете Библии. Там вопросы-ответы и вам выйдет интересно почитать. На разные темы. Там о церкви, о богослужении, там мусульманство, там эти, как они, иудеи, иудейская вот эта вера. То есть много, там много вопросов. Меня чисто интересуют две вещи, христианство и славянское язычество. Все. А славянское зачем вам язычество? А славянское язычество зачем вам? А потому что до этого у нас был друг Перун, Сварог. Я вам скажу, что если человек познал истину, меня уже к этому язычеству не потянет, потому что это погибель вечная. Там раньше, они раньше служили демонам. Это однозначно. Господь для этого и пришел в Спаситель. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующего не погиб, но имел жизнь вечную. Господь в книге Откровения так написано. Ты будь и вид. А у мусульман тогда какой Бог? Смотрите, Господь Иисус Христос так сказал, это в Евангелии от Яна 14,6. Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, то есть к Отцу Небесному, как только через Меня. У них Спасителя нету, они в Него не верят. Они верят в Него как пророка. Как Спасителя они в Него не верят. А это значит вне спасения. Просто понимаете, вот как бы мусульман свой Бог, у христиан свой. Вот так вот.